Субтитры создавал DimaTorzok Вот это вот типичные, типичные маленькие городки Оклахомы, это у них церковь что-ли, да, церковь, вечерняя служба народного церкви. В общем, городки такие, знаете, в России, типа пустые деревни, здесь тоже, знаете, три дома, дом тот, кто там, дом там, да такое все старинное, старенькое, полуразрушенное, это церковь тоже, вот это церковь, баптистка. А вот это вот фляги, вы видите, цистерны, да, вот домики, да, цистерны, которые вы видите в этих дворах, это пропан. Пропан, это, соответственно, такой, такой газ, его загружают в цистерны и им топят. То есть, отопления здесь нету, вот смотрите, такое старье, это вот жилые построить. То есть, мы едем ко мне на дачу в Оклахому, но слушаем при этом Техасское Копойское радио. Покажу вам горы, почему Оклахома и дача в Оклахоме, потому что в Оклахоме есть лес, есть заповедник индейский. Вот люди живут, вот это вот живое место. Что хотела вам показать, когда говорят, что в Америке только живут миллионеры одни, а в России какие-то деревни нежилые или там в деревнях живут в плохих домах, то посмотрите, где живут американцы сначала в деревнях, а потом поговорим. Вот это уже церковь, вот это вот просто натуральный гараж, это церковь у них. Ну вот в Оклахоме, значит, соответственно, есть леса и есть горы. Мы еще только-только начинаем езжать. Это территория индейцев Чоктау, и здесь будет национальный парк этих индейцев, то есть территория индейцев, заповедник как таковой. И вот моя дача, она находится на территории индейцев, в Чоктау, и она ограничится с этим национальным природным заповедником. Тут может в любой момент вылезти олень. Надо смотреть по сторонам. Хорошо, что я еду еще не сильно поздно вечером. Они еще не повылезали особо. А если ехать после заката солнца, то глаза оленей будут на право и на лево торчать, и будет так хорошо видно, как они светятся. И что им стукнет в голову, никто не знает. В любой момент может стукнуть, прыгнуть через дорогу, и очень много случается аварий именно из-за того, что вот эти олени перескакивают дорогу. Поэтому лучше ехать на место, на место доехать до темноты. Сейчас пока приключу радио. Ну, нравится, вы знаете, особенно придурочные вот эти опять церковь. Тут на один квадратный километр, блин, 350 церквей. Америка просто помешанная на церквях. Видите, вот это вот деревья выкорченные. Это был ураган очень сильный, торнадо. И впоследствии каждый раз, то есть торнадо. А это называется торнадо-уалый. То есть это долина торнадо. То есть он как бы проходит между горами. В горы он не заходит. Торнадо, они не заходят в горы. Они идут как бы в этой вот уалой. То есть в долине. Хочу проехать еще мимо каких-нибудь населенных пунктов, чтобы показать вам дома. Вот это Лена Комлева, которую сейчас все буквально рекламируют, да. Я как слушаю ее вот эти рассказы про Канаду, про Америку, как она рассказывает, что в России все такие деревни, такие вот ужасные, там старые какие-то дома. А вот в Америке, а вот в Канаде, мне все время хочется ее вот в Оклахому отправить, честное слово. У меня эти горы начали уже появляться. Ну, в принципе, чем-то похуже, как мы едем в Горячий Ключ. Но в Горячий Ключ дорога явно будет получше. И виды Кавказских гор куда круче. То есть немного пейзажей покрасивее. Мы доедем в Оклахоме до места, где горы тоже будут повыше, там уже будет получше как бы. Вот. Но если вы посмотрите на дома этих несчастных американцев, которые живут в этих Оклахомах, вы будете просто в шоке. То есть, ну, наверное, в деревнях в России получше-то дома будут. Я, на самом деле, ездила вот в станицу, да, вот, видите. Если будете в станице где-нибудь на Кубани, то там как бы дома достаточно прям приличные, прям классные. По сравнению с такими убогими домами в Оклахоме, которые буквально сделаны из фанеры и досок. Ну, тут единственное, вики лес вырубили лес, освободили места. Это для коров. В Оклахоме люди занимаются скотоводством. И здесь коровки пасутся. Коровки, пасторально, очень пасторально пасутся коровки. Наверное, их уже загнали на дойку. Если ехать чуть раньше, тут будут в полях коровки. Пастись. Вот. И они так живописно ходят. То есть я к тому, что молоко натуральное можно найти. Вот. Посмотрим, как живут типичные работяги в Оклахоме. Вот. Можете посмотреть. Не говорите, что не видели. Не говорите, что дома шикарные какие-нибудь в Оклахоме. То есть если вы приедете на Кубань, какую-нибудь станицу, там дома будут гораздо круче, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Конечно, я говорю, знаете, как послушав всяких либералов и этих соседей с рядом стоящей страны, они прям молятся на своих хозяев в этой самой, в Америке. Они что-то думают, что Америка это просто какой-то рай на земле. Я говорю, вы проедете в Оклахоме, посмотрите, люди в чем живут. Ну, буквально, если они в сараях, то я не знаю. Я говорю, что это? Как это назвать? Это домик. Он сделан из пластика, из фанеры, гипсокартоном, вшито, всякий весь тебе домик. Но за него будет цена 250-300 тысяч. Газа не будет, газ будет пропан. Я когда приеду на дачу, вам покажу, как газифицируются дома. мы купили этот... Вот, видите, вот сейчас смотрите, если видно будет. Смотрите в эту сторону. Вот, видите флягу вот эту цистерну? А вот домик. То есть цистерна, это то, в чем находится газ, пропан. То есть никто здесь, хотя Оклахома, очень богата ресурсами, и здесь добывается нефть и сопутствующий газ. Но никто при этом не подумает тащить какую-нибудь деревню там с тремя домами центральный газопровод. Их нет. То есть вот они живут в этих гадюшниках, вот таких вот цараях, и топят они пропаном, либо вообще вон древесина, то есть камины с дерева. Дорогу недавно делали, видимо тут совсем было печально. После торнадо. Сейчас, ребятки. И очень удобно, конечно, мне ехать с телефоном вот так на весу. Вот. Это еще зажиточный домик мы проезжаем по местным меркам. Ну и вот, они, значит, повырубали вот эти вот деревья направо и налево. для того, чтобы здесь, значит, коров заводить, которые пасутся. А на этом месте торнадо, которые здесь проходят, мы тоже решили, раз деревьев нет, и мы находимся в этой как бы аллее между, видите, Валли, Джослин Валли. Валли это долина. Вот домик еще проехал. Так что-то тут уходят до дороги. Посол камеры лежит прямо неудачно. Вот, смотрите, это вот как живут типичные американцы. Не надо мне тут рассказывать сказки, что в России все живут в каком-то хламе, а в Америке все просто охренительно, как живут, в каких-то особняках. И не говоря уже о том, что я вчера показывала видео, выставила в шорте, посмотрите, как 72 года американке, она мне вчера продукты складывала. Кетлин. В Трейдерс Джо в магазине продукты складывала мне в пакетик. Ну, она стоила на чек-ау, то есть она стоит на, ну, платье, короче, ей, да, платишь, и она продукты складывает. Я лежу, тетка прям реально видно, что в возрасте. Я говорю, сколько лет вам она говорит? 72. Понятно? Кетлин. Вот. И вторая подружка рядом, Бетти, а то это уже 71. И вот они, две подружки, пашут в магазине и рассказывают мне, что потому, что скучно, так они на ногах, понимаете, то есть она на кассе стоит. Наши кассирши хотя бы сидят. В Америке кассирши стоят. Никто не сидит на кассе, все стоят. Вот эти кассирши, которым по 72 годам, вот видите, вот домики. Они, значит, пашут 8-часовый рабочий день на ходу. Говорю, у меня родители в 72 года уже во все ходили, только там в садик черешенку сорвали, пришли и мама в компьютере, папа в чатрулетке или там с внуками пошли погуляли. Вот это и весь их был рабочий день. А тут народ по полной программе пашет, как лошадь. 72 года в магазинах. Также вот эти американцы, вы знаете, в чем я была шутка? Значит, мы купили эту дачу, ну, что горы здесь, да, вот мы купили за гор. Очень красивый пейзаж, когда мы приедем, покажу, там мы в одном из самых, в одних из самых высоких гор. В этом районе Кимичи, Маунтенс, в заповеднике в этом национальном. Очень красивый вид. И наняла я местных американцев из индийского племени прийти, помочь нам канализацию там привести в порядок. И электричеством было розетки поменяли. Мы полностью перестраивали эту дачу, полностью. Такая была засрана, этот дом был засран, это просто нереально. Жили люди, да, жили люди, у них был этот вот, как его, ковролин. Во-первых, нормальные люди вообще ковролинцы, ну ламинат уже постелите. Нет, у них, значит, был ковролин, когда его сняли, там 10 сантиметров пыли было. Понимаете, пылесосом, огромным строительным пылесосом вы пылесосили эту пыль, для того, чтобы потом положить паркет или там ламинат, мы положили под паркет ламинат очень хороший. Вот. Ну как-то чисто называются чисто, чисто, чисто американцы. Не знаете, они чистые, столько засрача у них было, это просто нереально, как живут они. Так вот, эти, значит, приехали индейцы, нам это делать электричество и пламберы, то есть это канализация. Боже мой, зубов нет, сморщенные всех, грязные, какие-то, вонючие. Если они приезжают в субботу в 11 утра, они уже все под газом, от них уже несет, короче, алкоголь. Их трое-четверо приезжают, у них длинные волосы, косичку заплетенные. Ну, знаете, короче, они похожи на наших, вот реально эскимосы, вот не отличишь. Я говорю, наверное, какая-то катастрофа была глобальная, они, наверное, как-то перебрались через Аляску, может быть. Но такое впечатление, что это вот одни и те же люди, разницы никакой нет. Единственное, что наши, конечно, там, ну, как, цивилизованные, а это просто какие-то дикари. Вот на них смотришь, просто, просто какие-то дикари. Вот. Работают за очень дешево, и я думаю, что они тут же пропивают. Это, значит, про индейцев вам рассказала. Потом я, наняла американцев. У меня были люди, которые красили дом и перекрашивали снаружи, и они внутри стены красили гипсокартон. Американец был со своей подружкой. Вот. И была тетка-американка, которая двери мне красила. Вот такие мелкие вещи. Тут те стены красили, а это двери там такое, не по мелочам. Ну и что? Они, походу, наркоманы. Вот натуральные наркоманы тоже без зубов, хотя лет по 45-50 им было без зубов. И мало того, что без зубов, у них вообще денег нет. Вообще нет денег. Они, видно же, сразу спускаются на наркотики, потому что как только, допустим, вот они покрасили, да, вот они красят, и они уезжают, закрасили, закончили краску, уезжают, а я еще там что-то, допустим, чищу. Ну, мы с дочкой, муж иногда приезжал, помогал там тоже на даче. Мы там, ну, после них защищаем, допустим, на ведра какие-то убрать, там, ролики с подкраски убрать. То есть, они покрасили, ушли, а мы после них там собираемся, все это дело. То есть, я сразу не могу оплатить, оплатим, и тут все вот через этот, кэшап, винма, возможно, таких нету в приложении, винма, кэшап, пэйпл, в основном оплачивается, но чаще всего пэйпл они просят платить. То есть, мне, чтобы заплатить через пэйпл, мне надо пойти взять телефон, телефон там где-то в доме лежит, вот, и, ну, надо для этого вымыть руки, и потом уже идти в дом и заплатить им там, там, их не, допустим, там 200 долларов несчастные, да, и там я не успела, еще 5 минут не прошло, как они выехали, они уже начинают мне смс-ки слать, пожалуйста, пожалуйста, срочно заплати, срочно, я говорю, да подожди, сейчас я это самое, ну, закончу убирать, я приду, руки помою, мы доехали до заправки, и у нас уже нет денег заправиться, нам нужно найти деньги заправиться, то есть, понимаете, и я оплатила, как бы, много раз, много разных работ они мне делали, но у них, вот, каждый раз, вот, такой, какой-то экстремал, то есть, если они, на недоходы заправки, у меня уже кредитная карточка деклайн, то есть, не принял банкоматный кредитную карточку, пожалуйста, срочно заплати нам через этот PayPal, потому что мы уже не можем купить бензин, и мы не можем доехать, ну, как может такое быть, вы что, ты что живешь, без моих этих, там, 200 долларов, ты вообще жить не можешь, и если бы только это вот, он один был, да, потом там другие у меня были работники, забор там делали, гараж мне там строили, и так далее, каждый раз, одна и та же ситуация, то есть, у них, они реально вот живут за такие деньги, которые они сегодня заработали, вот это их деньги, у них запасов, видимо, вообще никаких нет, вот, потом был момент, когда этот, который красил, там вообще какая-то драма была, он ехал, может быть, даже от меня ехал, и его остановила полиция, казалось, что у него не выплаченный штраф, показала в компьютере, что у него штраф, штраф не выплаченный, у него забрали права, не знаю, забрали машину или нет, я не помню, потом эта гелфренша, его, значит, подружка, начала мне писать смс, что его надо выручить, надо за него залог внести в полицию, сколько это там денег, блин, ребята, я иммигрантка из России, вы что, блин, вы же местные, американцы, у вас что, нету денег, чтобы там 400 долларов, по-моему, нужно было, вот, там, внести за него залог в полицию, я просто была в шоке в том плане, что, ну, вы-то местные, вы-то же граждане, вы же здесь родились, у вас семьи тут у всех, там, братья, сестры, там, так далее, вот, ну, не говоря уже о том, что я бы не стала вносить бомб, я бы не стала, ребята, вносить бомб за людей, которых я не знаю, потом, ну, как бы подозрение, что он наркоман, он делает работу, я там плачу, но подписываться под человека, а потом там, там не только ты вносишь бомб, там, если он, после того, что ты внес бомб, и он там попадается снова, то эти деньги, там, как бы все плакали тебе, вот, я же не знаю, если еще ты какую-то ответственность несешь за то, что человек, за которого ты подписался, он там что-нибудь устроит, еще какую-нибудь, ну, ситуацию попадет, вот, так что, все не так-то уж и просто, все-таки очень даже сложно, и я насмотрелась на этих людей, которые здесь нищенствуют, что эти индейцы, которые коренные, да, вот их вообще согнали с их них там земель, вот, ну, там выделили какие-то им заповедники, тут заповедники, опять, опять, это церковь какая-то, его домик, в которой живут, вот, американцы живут, да, в таком домике, то есть не рассказывайте мне сказки, что американцы живут, все богатые, тут все миллионеры, и так далее, нет, полно, таких нищих деревень, тоже, которые, много пустых деревень, которые вообще дома брошены, зарастают, вот, то есть там, ой, в России, там, и деревья заброшены, да, вы поездите по Клахомии, вы увидите, такие заброшенные деревья, ладно, еще Клахома, вы в Арканзас ездите, в Арканзас, в деревья, повыше туда, в горы, в сторону Миссури, вот там нищета, так нищета, там люди живут, машина, реально, люди живут, машина, то есть стоит трейлер какой-то там, и в машинах все, а рядом кладбище машин, то есть, а я говорю, значит, там с мужиком с одним, мы ездили местные, мы тоже, мы там сначала хотели дачу купить, в Арканзасе, потом как посмотрели, какая там нищета, я говорю, ну нафиг, нет, ни за что мы не будем, в этой нищете, покупать дачу, там тоже, там очень красивые горы, просто обалденные горы, очень высота, высок, ну, большая высота этих гор, прямо одни из самых высоких, город, вот в ближайшем местности, и мы на это дело посмотрели, вот это нищета, так нищета, и он, значит, за агентом, который показывал, я говорю, а почему, живет мужик в трейлере, да, вокруг него, штук 10 машин, просто, ну, гниют, да, корпуса машин, а он говорит, а денег нет у них, да, вот они купили там, вообще за 300 долларов машину, она там проездила месяц, и она сдохла, да, он ее просто тут же бросает, ну, возле обочин, да, возле своего двора, берет, покупает другую машину, ну, такую же убитую, за 300, там, 400 долларов, она тоже поездила месяц-два, и он ее тоже бросил, и вот так вот они живут, больше у него денег не хватает, он может максимум, там, 200 долларов, 300 потратить, купить себе машину, но я думаю, что это на люди наркоманы, то есть, почему он не может заработать на большее, и у него вокруг дома, кладбище машина, он говорит, вылезти эту машину на свалку, это деньги стоит, поэтому никто их не вывозит, вот видите, вот, вот, вот я вам рассказываю, вот видите, сгнившая машина, корпус, да, то есть, они просто их бросают, вот так сгнившие у себя под домом, и живут в этой сраче дальше, в Оклахоми-то хотя бы поменьше, тут, тут там дохлая машина, корпус, там скелет лежит, да, на обочине, то ся, а вот в этой, в Арканзасе, я говорю, он сам живет в трейлере, да, трейлер, это будка такая на колесах, вот это еще приличный дом, засратое тоже все, вот, по нашим меркам, а по их, это хороший дом, и этот, вокруг штук 10-20 разных вообще убитых, зажравевших машин, и вывезти их никакой возможности вообще нет, то есть, это сильно дорого стоит, а купить дорогую машину, машину подороже он тоже не может, и вот он их складирует, сегодня одно, завтра другое, вот, вот вам типичные, типичные американские дома, это тоже, а, это стадион, это стадион, тут они гоняют на каких-то машинах, ну, деревни, они в Африке деревни, не знаю, что у нас деревни, там хотя бы, ну, на Кубани, я не знаю, может там выйти, ну, там средней полосе России, наверное, может по другие дома, там может быть из бревен, и так далее, вот как, как в Аклахоме, да, все с фанеры, но на Кубани, ну, кирпичные дома у всех практически, и там, ну, очень редко вы найдете дом, чтобы он был кирпичный, здесь, редко вы найдете кирпичный, но даже если он выглядит кирпичным, то это он просто блужен, сверху пол кирпича, он облужен, а внутри он, ну, обычного, этого, ну, деревянный каркас, обшит, фанерой, сверху там, сзади, каким-то, внутри гипсокартон, начинаем подъезжать уже в горы, и тут уже начинается, дорога немножко, такая серпантиновая, сейчас я вам еще пару видов покажу, каких-нибудь, вот, как живут люди, чтобы вы, как бы, сознавали, и вот эту комлю, вот, ее надо реально сюда прислать, по-клохому, пусть она посмотрит, как живут люди, потому что нести хрень, этого церкови тоже есть, ну, это же церковь вшивая, вот это дома, в которых живут люди, вот это, по-моему, вот это вот школа, так, сейчас вот это, что, не знаю, вот это вот школа, вот, школа, видите, вон школьный автобус стоит, желтый, это написано, на шоу паблик школа, вот это, паблик, на школу, вот, поэтому рассказывать сказки о том, что в России все заброшено, а в Америке все зашибись, я бы не стал видеть, машина стоит, одна уже, запорошенная, коровки пошли, запорошенная пыль, и вот это говорит о том, что эти машины здесь уже просто, свалка, до свалки мы не довезем, но в Аклахоме еще более-менее прилично, еще более-менее, здесь дороги, как бы, окей, это центральная дорога, ее ремонтируют, вот, коровками тут занимаются, что, людей раньше большие, они за счет, вот этих коров, которых они выращивают, там, мясо, молоко, они за счет этого здесь еще живут, окей, более-менее, вот видите, вот, вот это вот домик фермера, да, так живут фермеры, вот домики, это бочки, это мусорки, за которых приезжает раз в неделю мусорка, и забирают мусор, вот вам Америка, посмотрели, так что, говорю, вы, вот это, ну, как бы вы ни были, вы не можете, ну, наши блогеры, российские, да, вы не можете спорить с этой комблевой, потому что вы этого не видели, вы не знаете, вы не можете ей сказать, там, комблева, очнись, приедь в Оклахому, посмотри, как живут люди в Оклахоме, украинцы тоже, они думают, американцы, тут все миллиардеры, живут в каких-то там, миллионных поместьях, и мы все стремимся в Америку, обычные люди живут, просто песец как, вот эта наркомания здесь, еще у этих, индийцам у них, монополия на бизнес-казино, ну, и что, ну, засыпают, правительство не берет с них, налоги за казино, и они, ну, там, видимо, одно, одна из их условий, которые они выторговали себе, льготу, что они не будут платить налоги, они не платят, вот, соответственно, на их территории очень много казино, люди просто проигрывают деньги, полно программе, то есть до Лас-Вегаса далеко, а казино тут рядом, а там где казино, игровые все эти хрени, там и наркотики, смотрю, что посвалились некоторые почтовые ящики, наверное, был тут торнадо, ого, я лежу прям вырвана с корнем, с корнем прям вырвана, тут то, что было, ну, близко довольно было торнадо, даже некоторые люди погибли, я не думаю, что прям в моей местности прошло, но тут где-то что-то проходило, то, что вырваны почтовые ящики с корнем, это явно свидетельство, что тут что-то было не то, начинается серпантин, такой, но такого серпантина, как в Сочи, нет, то есть, мы, значит, как бы вот так и продолжаем ехать в Мали, да, то есть, вот там горы, в долине, и там горы, и мы вот так вот будем ехать, ехать, по вот, ну, как вот этого, по этой долине, между, между теми горами, и этими горами, до тех пор, пока мы не доедем до моей дачи, которые уже пойдут в горы, а люди в основном живут вот тут вот в этих долинах, потому что коровы тут пасутся, вот видите, вот живут в таких, вот живут люди, вот видите, вот этот фермер, видите, трактор у них там, вот это все же у нас, на все, что у нас, на что их фермерства хватает, а вот эта дверь, дверь вы видели, в такой, как бы, наклонной насыпи была дверь, это дверь, это торнедо-шелтер, это шелтер, это убежище от торнадо, и вон бочки с пропаном стоят, это вся ваша, говорит, и вон старые машины, которые гниют, которые никогда никто не вывезет, все они обрастут этими старыми машинами, обрастут, и никогда они, никто ее не вывезет, потому что нет денег вывезти, это стоит денег, для меня, чтобы вывезти машину, вот такие добы, с фермера здесь, ребята, не при бабле, вообще в Оклахоме, я не знаю, как люди деньги зарабатывают, у кого вообще очень много земли, те еще более-менее, как бы, за счет коровок этих, наверное, могут как-то выживать, а если люди просто арендуют у землевладельца землю, чтобы заниматься каким-то сельским хозяйством, то они, честно говоря, не актив сжимают, насколько я смотрю на вот этих фермеров, которые здесь фермерствуют, так вообще, печально он и с деньгами, и с жильем, ну вот более-менее достойный домик, да, ну смотрите, он сделан из приобин, да, то есть, он хотя бы выглядит, ну, не совсем там обшарпанный, вот этот вот, он как бы более-менее, хотя бы так выглядит, ничего, ну, это уже как бы покосившаяся все, гляньте, ободранная, я бы уже покрасила хотел, до этого кирпичом обложено, в агентке, вот, видите, убогое все какое, убогое все старое такое, ну, там уже царички уже остались, которых нет денег, заниматься ремонтом своего жилья, ну, вот я вам рассказываю, что старики в Америке, у них нет миллионных каких-то пенсий, что они там прям ездят по круизам, и живут в своих домах прекрасно, наслаждаясь жизнью, нет, они живут в сарае, и этой пенсии хватит, им еле-еле выжить, получить жалкое существование, вот, дорога тоже, что-то, вы знаете, мы купили эту дачу, года два назад, или три, два, наверное, два с половиной назад, дорога была получше, теперь я смотрю, что много всяких разных паураков, тоже заплатки поставили, но уже не та дорога, которая была таким хорошим новым покрытием, траву по обочине, не коса, должны косить, траву не коса, дорожники, где деревья вырублены, это вот для коровок, кововки, 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 сейчас выключим, попуску, бездельно, и вы не думаете, мы в вашем доме, в вашем доме, в вашем доме, Коэй, 93.5, в вашем доме, в вашем доме, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...